25 молодых людей, добившихся значительных успехов в спорте, творчестве, различных науках, стали стипендиатами Энергетического фонда, одаренный молодею, уже учрежденного концерном «Эстэнергия» и Союзом самоуправлений «Давирума». Из 63 поданных в этом году ходатайств в Совет фонда выбрал самых способных, которым в пятницу были вручены стипендии в общей сложности почти на 5000 евро. Для вручения стипендий на Полярную мызу в минувшую пятницу прибыли председатель правления Энефит Энергетет Минеп Тину Ас, а также исполнительный директор Союза самоуправлений «Давирума» Арн Росман. Энергетики серьезные, занятые люди, тем не менее они находят возможности и время уделять внимание подрастающему поколению. Отвечая на вопрос канала «Литес», зачем вам это надо, Тину Ас сказал, что, честно говоря, энергетики это делают не бескорыстно. Это надо не только мне, это надо всем нам, потому что поддержка молодежи – это очень важная вещь, потому что, когда имеются молодые люди, которые в молодости уже активные, к чему-то стараются, стараются кем-то быть, они в будущем, когда они вырастут, от них и обычно начались смотреть мою практику, вообще мировую практику, то, например, хорошие спортсмены, которые к чему-то стремились, они хотели всегда быть первыми. Они потом и в жизни, они будут стараться быть первыми от них, и руководители хорошие будут, специалисты хорошие будут, потому что они привыкли к чему-то стараться, к чему-то достигать. А круг интересов стипендиатов весьма обширен. Достижения в спорте пророчат им олимпийское будущее. Некоторые видят себя в большом искусстве. 11-летняя Эва Аламец из Раквери, возможно, будет танцевать на сценах знаменитых театров Европы. На церемонии она показала балетную сцену, покорившую взрослых и детей. А кто знает, возможно, в будущем юный Кевин Кеслер из Тамикусской основной школы Кохлоярве станет знаменитым скульптором. Его первая персональная выставка пластической миниатюры поразила мастерством, редким для детей его возраста. Надо отметить, что Тамикусская школа на этой церемонии была представлена несколькими своими учениками, победившими в разных номинациях. И хотя начались каникулы поздравить стипендиатов и их родителей, на церемонию пришли и педагоги их школ. Учителя поблагодарили за поддержку представителей энергетического фонда, учрежденного в 2013 году. За эти годы фонд оказал поддержку 170 талантливым детям и подросткам.